Всем привет, я Макс, и сегодня я расскажу про новый смартфон Samsung Galaxy A60. По внешнему виду смартфон отлично вписывается в современное время. Ну и компания Samsung редко бывает промахивается с привлекательностью устройств. Корпус хоть и пластиковый, полностью как рамки, так и тыльная часть. Ну, выглядит он неплохо. Также на тыльной части разместился сканер отпечатков пальцев. В дисплее его встроить не могли, так как здесь IPS-матрица. Что также не стоит пропускать, в смартфоне отсутствует разъем для наушников. Так что музыку можно слышать, но через переходник, либо Bluetooth. В остальном это стандартные кнопки управления на правой грани. Снизу разъем для зарядки, Type-C, а также имеется два микрофона на корпусе устройства. Смартфон поддерживает две сим-карты, либо карту памяти. Взамен симки. Цвет корпуса необычный, с переливом. Есть версия черная, синяя и белая. Дисплей здесь размером 6,3 дюйма, разрешением Full HD+. Рамки по крайней мере большие. Но что радует, это небольшой вырез под камеру, которая находится с левой стороны. И не мешает при игре или просмотре видео. Сегодня это самое современное решение выреза, которое встречается в основном в более дорогих устройствах. Также в данном устройстве от Samsung удивляет наличие IPS-матрицы. Вероятно, компания, конечно же, решила сэкономить. Данный дисплей, конечно же, будет более тусклый под прямыми лучами солнца, в отличие от AMOLED-матриц Samsung. Но в любом случае IPS-матрица тут довольно хорошая, с отличной передачей цвета и углами обзора. Ну и одно из самых главных, это производительность. Здесь отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 675. Довольно мощный средний процессор, который является новинкой. Также имеется и 6 гигабайт оперативной памяти DDR4. Смартфон работает на последней системе Android 9 с оболочкой от Samsung. Данной мощности свободно хватает на быструю работу системы, открывание приложений и работе в них. Но также смартфон исправляется со множеством современных игр на средних настройках и высоких. Например, в PUBG Mobile можно играть на максимальных настройках без проблем и всё довольно гладко. Перейдём к камерам. В смартфоне их целых 3 штуки. Главный модуль на 32 Мп со светосильной оптикой. 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой. И 5-мегапиксельный вспомогательный модуль для размытия заднего фона. Фронтальная камера на 16 Мп. Камера в целом действительно очень хорошая для данной стоимости. Да, можете кстати поверить, это настоящий 32-мегапиксельный сенсор. Без обмана, как иногда делает Samsung. Детализация отличная, как и баланс белого, конечно же. Конечно же, это всё, что касается дневных фотографий. В ночное время сразу видно, что это всё же среднее устройство. И снимки типичные для данного ценника. Видео пишет с электронной стабилизацией, которая тут довольно хорошая. Претензий точно здесь нет. Снимать видео можно как на обычный модуль, так и на широкоугольный. Во время записи переключаться нельзя. За автономность отвечает в меру крупный аккумулятор на 3500 мА, которого вам будет спокойно хватать на одни сутки. Даже может прожить до двух дней. Но при небольшом использовании. Зарядки смартфона происходят довольно быстро для среднего смартфона. Полностью заряжается устройство за час 45 минут. Также отмечу, что смартфон имеет NFC-модуль для бесконтактной оплаты. И имеется хорошее звучание в наушниках. Поддерживает Dolby Atmos. Из динамиков звук обычной громкости. Не самый громкий и не тихий. В итоге, что касается минусов, то в смартфоне он, пожалуй, один главный. Это отсутствие разъёма для наушников. И что для кого-то, естественно, станет существенным недостатком. Второй минус, это, конечно, разговорный динамик. Которого здесь нету и вместо которого звук идёт прямо из экрана. Отмечу, что всё слышно, конечно, но как из бочки. Симфонию или любую музыку при разговоре уже не послушать. А вот что касается плюсов, то здесь их побольше. Это современный внешний вид. И, конечно же, это касается экрана с современным вырезом. Который не мешает при играх и просмотре видео. Второй плюс, это, конечно же, производительность. С хорошим процессором и 6 гигабайтами оперативной памяти. Ну и третий, это хорошая автономность. Ну а также не стоит забывать, что в смартфоне невысокая стоимость относительно самсунговских устройств. Ну и в конце скажу, данный смартфон, конечно, может не всем понравиться. Из-за того, что у него не AMOLED-экран, а обычный IPS. Но данный смартфон должен в первую очередь порадовать геймеров. Так как смартфон недорог и получил хороший процессор. А также камеру, врезанную в дисплей, которая не мешает при играх или просмотре видео. Что касается стоимости смартфона, его можно купить довольно дешево в Китае. Где вы получите обычную глобальную версию с русским языком, с бесплатной доставкой до вашей почты. И всего за 16 тысяч рублей. Ну если вы не любите покупать в Китае, то в России данный смартфон сегодня еще не продается. Ну в ближайшее время поступит в продажу по стоимости 25 тысяч рублей. Но я рекомендую все же покупать из Европы, если вам нужна глобальная версия, не из Китая. По какой-то причине. В Европе смартфон стоит 320 долларов плюс доставка 38 долларов. В переводе на рубли все это вместе обойдется в 22 с половиной тысяч рублей. Что все равно дешевле, чем у нас. Сегодня даже на нашем рынке данный смартфон довольно интересная покупка за свои деньги. И единственным сильным конкурентом будет посильнее в производительности это Xiaomi Mi 9 SE. Но как известно, не всем нравится китайская оболочка MIUI и особенно приверженцам Samsung. Ну а все ссылки на данный смартфон внизу в описании под видео. Ну а на этом все, спасибо за просмотр. Если понравилось видео, нажимайте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а также не забывайте посмотреть другие видео на нашем канале. Удачи всем и пока.